Уважаемые коллеги, давайте мы говорим в таком плане о некоторых общих вещах, которые, несомненно, как нам кажется и мы уверены, будут вам полезны при том обучении, которое вы сегодня начинаете. Если вы в большинстве своем хотите стать тренерами, агентами, в том числе потом спортивными директорами, вообще должны понимать, что такая игровая деятельность в футболе, многие из вас играли, и вы будете оценивать игрока по тому, как он будет действовать, как вы видите, в четырех фазах игры. Видите, что есть атакующие фазы, есть обронительные действия, то есть обронительная фаза, и есть два действия при переходе от пороны к атаке и наоборот. Все наши селекционеры, которые сейчас действуют на этом рынке, оценивают футболиста, прежде всего, только в двух фазах, атакующих и обронительных действиях. И оценивают, как нам видится не совсем верно с точки зрения вообще восприятия игры. В первую очередь мы все с вами оцениваем игрока чисто субъективно, то есть нравится, не нравится. Хорошо играет, плохо играет. И никто не задается себе вопросом, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что вы можете сказать, что один из игроков, например, хороший, я могу сказать, что этот игрок плохой. И мы можем не прийти к общему мнению, так как достаточных объективных критериев игрока или подготовности игрока в современном футболе не существует. Мы должны, прежде всего, опираться на его, скажем так, действия в игре, как он обороняется и как он атакуется. Недостаток нас с вами, а я буду говорить просто о нас с вами, как и о себе, в том числе, как, например, селекционные службы, недостаток в том, что мы с вами, прежде всего, не смотрим тренировочный процесс. Мы смотрим только игры. Прежде всего, с точки зрения будущей селекции, необходимо смотреть и анализировать еще тренировочный процесс. Потому что только в тренировочном процессе вы можете понять сущность игрока. Прежде всего, подходит он данной команде, которую вы будете представлять, или не подходит. Далее, в процессе игры вы всегда будете говорить себе, кого вы хотите анализировать. Вас могут направить анализировать от друга игрока, вы можете анализировать группу игроков, вы можете анализировать в том числе и команды. Являясь членами селекционного, как бы аналитического, в том числе и, например, вы будете агент или спортивный директор. Прежде всего, мы должны понимать, в каком возрасте, кого мы с вами хотим анализировать. Потому что футбол сегодня опускается все ниже и ниже для выдерживания конкуренции с другими видами спорта. И мы наблюдаем явление, что футболом начали уже организованно заниматься с пяти лет. То есть уже есть программа клубов, например, в Грубине, сейчас, скорее всего, в Ростове-на-Дону, в Москве. Не могу сказать о Санкт-Петербурге, не знаю, вы сами можете это для себя утвердиться или нет. Есть программа футболиных клубов, которые открыли свои филиалы в детских садах, чтобы выдержать конкуренцию с другими видами спорта. Далее мы должны понимать, что до определенного возраста группы игроков в той взаимосвязи, где, может быть, будут проявляться и индивидуальные игровые, скажем так, качества игрока, мы с вами не будем способны анализировать. То есть примерно до 15 лет вы всегда будете или должны анализировать отдельно взятку футболиста. Далее вы тоже будете его анализировать, но вы будете уже смотреть, как он взаимодействует с партнером, как он смотрится на футбольном поле, потому что далее его игровая деятельность приобретает характер, ну, скажем так, групповых взаимодействий, выражение индивидуальных качеств. Но до 15 лет вы все время будете смотреть на отдельно взятку игрока. Что особенно тяжело для нашего с вами понимания? Самый тяжелый период, где впервые теряются игроки и проходит самый тяжелый период селекции, по нашему мнению, это период с 11 до 14 лет. Вы все были в этом периоде, и вы рядом испытывали на себе влияние, скажем так, внешней среды, то есть развитие вашего организма, который приобретает скачкообразный характер. Поэтому селекционировать в этом возрасте футболистов достаточно сложно, а наши футболы занимаются в этом возрасте. Мы считаем, что это достаточно ошибочно. Опять же, мы не претендуем на истину, но мы считаем, что это достаточно ошибочно, так как цена ошибки очень дорога в плане дальнейшей прогрессии игрока, так как в этот период проходят массовые отчисления из ведущих академий прежде всего по физической подготовленности и анатмо-марфологическим признакам. То есть вы можете вспомнить, что игроки достаточно маленького роста, обладающие не очень хорошими проявлениями физических неких способностей, были отчислены и отчислялись из ведущих академий. А в дальнейшем они так умели прогрессировать, что входили в состав сборной России по футболу. Такие явления наблюдаются достаточно часто. И мы можем сказать, что часть игроков, даже если заглянуть назад, часть игроков, которые были востребованы в большом футболе, прежде всего в именитых клубах, наши игроки, они не проходили тот путь селекции, который бы им необходимо было пройти и не были востребованы большим футболом. То есть я сейчас просто назову фамилии, а вы можете сказать, что игроки по уровню России были хорошие, но они селекционерами не были замечены и не попали даже в дублирующие составы своих команд. Такие игроки, как Мостовой, такой игрок, как Кульков, такой игрок, как Игнашевич, такой игрок, как Киржаков, дальше можно еще там часть продолжить, Жирков, Сычев и так далее, они вообще не были замечены селекционерами наших футбол и не попадали, я еще говорю, даже в дублирующий состав наших российских команд, а в дальнейшем с успехом играли за сборную России по футболу. Поэтому, или исходя из этого, еще раз говорю, предвосхищая ваш путь в этой отрасли футбола и в этой сфере футбола, говорю, что с первым еще столкнетесь, когда будете работать, вам скажут, везите игроков, потому что в 14 лет происходит массовый сброс так называемого, в кавычках, ненужного материала и заводятся игроки из регионов Российской Федерации. На сегодняшний день в футбольных академиях, а мы считаем, что таких ведущих примерно 10 академий у нас и две зенитовские, скажем так, по названию академии сюда входят, это академия футбольного клуба «Зенит» и есть «Дюшер-Зенит» и еще примерно 8 академий. Я вам скажу, что истинных горожан, москвичей, краснодарцев, наверное, санкт-петербуржцев в возрасте 14 лет и старше, это примерно, скажем так, в лучшем случае, это где-то 40-40-40 процентов. Остальные все приезжие. Все приезжие из разных регионов страны. Вы должны понимать, что когда вы будете их так называемой селекционировать, вы должны понимать, что игроки, привезенные вами и замеченные вами, возможно, субъективно, возможно, объективно, о чем мы дальше можем там поговорить, они могут не обладать той базой подготовности, которая позволит играть на высшем уровне. Спартак Москва. Школа за последние 5 лет привез в... ну, селекционный отдел привез в общие сложности примерно 130 ребят. примерно 130 ребят привез на просмотр, живут в интернате и так далее, и тому подобное. В основной состав, который вы видите, и часть игроков появляется молодых, прежде всего, это футболисты-москвичи. КАП, это не парадоксально. Которые обладают той базой, которая была дана в возрасте до 14 лет, базой технического мастерства, на что вы должны именно ориентироваться. Потому что в плане физической подготовки игрок может потом догнать и перегнать своих сверстников, потому что в 14 лет как раз начинается так называемый профессиональный этап его становление в футбольной карьере, где его организм готов воспринять любые нагрузки. Поэтому первая сложность, которая вас будет подстерегать, это селекция футболистов 11-14 лет. Где невозможно предугадать, каким он будет в возрасте там 15. Потому что скачкообразно его, скажем так, развитие в том числе и происходит в этом возрасте, а вы, может быть, все на себе испытывали, и не хотите в этом признаваться, но в этом возрасте начинается психологическая ломка или по-нашему становление личности каждого футболиста. Тем более вы должны точно понимать, что вы будете выдергивать футболиста из привычной домашней его среды. То есть он будет жить один в 5-миллионном Санкт-Петербурге со всеми его соблазнами, с какими-то явлениями внешней среды, внутренней, конкуренцией и так далее, и тому подобное. Вы должны понимать, что вы берете игрока, который был в городе самым лучшим, на него все там по-нашему молились, он играл и так далее. Здесь вы его привезете, будете на этом настаивать, но он попадет в конкурентную среду, где может быть очень средним игроком. Если он ломается, не выживает, то возможно мы с вами тоже будем терять игрока. Следующий этап эсфекционирования это прежде всего этап 17-18 лет. Там вы можете анализировать в том числе игрока, его уже качество, потому что они достаточно развитые для игры. И естественно, почему я здесь говорю группу игроков, потому что футболист не может один все время играть на футбольном поле, он всегда выражает себя во взаимодействии с определенным количеством игроков. Прежде всего это или один партнер, или два партнера, потому что каждый последующий является цепочкой к переходу к следующей двойке или тройке игроков. Дальше вы это будете смотреть, как он себя здесь выражает. Теперь мы должны при селекционировании игроков, мы должны говорить о тенденциях современного футбола, какие игроки нам нужны, ну скажем так, с первым приближением. В первом приближении мы точно понимаем, что будут востребованы игроки, которые очень атлетичны. Вы видите часто футбол, когда люди из западных клубов снимают майки. Видите это? Видите их торсом? Видите? Тогда для себя, если вам не составляет труда, идите на матчи зенитовских академий или смотрите там где-то в интернете, в Вайскауте, в Инстате, игры нашей юношеской сборной, наших там юношеских клубов, там тоже майки снимают. И сравните их и своих, этих сверстников. Ну, по высказываниям, например, главного тренера юношеской сборной России 98-го года, Галактионова, участника чемпионата мира в Чили в 98-м году, в прошлом году, участвовал, там, они нас превосходят в так называемом атлетичном, атлетической подготовке и в анатомо-морфологическом строении своего тела. В том числе мы должны говорить о том, что футбол становится, в том числе и атлетичным, и, скажем так, мощнее, и требуются игроки определенных позиций с точки зрения модельных характеристик, определенного роста. Сейчас об этом уже говорят во всеуслышание. У нас футбол достаточно низкий. В этом плане юношеский футбол у нас достаточно низкий. Мы не ищем игроков, может быть, это вам удастся, мы не ищем игроков, которые, ну, достаточно, скажем так, высоки по росту. Ну, баскетболисты, волейболисты, гонболисты их находят, мы их не ищем. У нас практически нет игроков за метр девяносто. Вообще в российском футболе, в юношеском тем более. Нет игроков, даже близко где-то по метр девяносто. В западных клубах вы видите, что даже лучшие полузащитники имеют такой рост. Сейчас наша сборная 2001 года участвовала на турнире во Франции. Во Франции два полузащитника, как сказал главный тренер, закрыли небо, и нашим полузащитникам, видно, их не было вообще. Пусть они чуть тягучие, растут еще и так далее, но рост их примерно метр восемьдесят пять, метр восемьдесят семь. 2001 года от рождения. Ясно, что когда вы будете опять же селекционировать, вы должны обращать внимание, если вам это удаст, не только на российских игроков, в том числе на игроков из стран постсоветского пространства, и на игроков из определенных регионов мира. Сегодня самые востребованные три региона мира. Первое, Южная Америка. Южная Америка. И при том страны, которые не числятся за футбольными державами. Это Эквадор, Боливия, Венесуэла, Коста-Рика и так далее. Потому что Бразилия, Аргентина и Уругвай без вас. Вы имеют тут все? Я вас просто ориентирую, это без вас. Вот обойдутся, потому что в Мадридском реале примерно сто человек работают на латиноамериканском рынке. Сто человек. Только за один клуб. Барселона обладает таким же количеством на латиноамериканском рынке и другие клубы. Для более селекции они открывают свои филиалы академий. Не как у нас просто отъем денег. Я так прямо скажу. Там у нас есть лагеря Челси, Ювенши, Барселоны, в Москве это противуется и так далее. Может, в Санкт-Петербург это дойдет. За неделю у вас там будет лагерь Барселона. Это просто для интереса одеть майку Барселоны, потом вам ее подарят и распрощаются с определенными средствами. Там открываются клубные филиалы клубных академий, где собираются лучшие игроки. Этим же грешат западноевропейские клубы, прежде всего клубы Голландии и Пельдии, которые работают на селекционирование молодых игроков. Сегодняшний их рынок это Африка. Африка. Это Африка. И следующий рынок, он находится рядом с вами, он прежде всего востребован английскими клубами, так менталитет, элементальность этих регионов сложился, он рядом с вами, это рынок Скандинавии. Это один из самых перспективных рынков в плане селекции. Рынок Скандинавии. Потому что там футбол развивается, по нашему выражению, с немильными шагами. Там есть вся инфраструктура для развития футбола, и она все больше и больше развивается. Все хотят играть в футбол, потому что сегодня футбол это достижение материального благополучия, в том числе и в данных странах. Все видят себя футболистами. Далее, я просто сейчас просто ставлю вам вопросы, чтобы вы так понимали. Теперь, что вы будете анализировать у отдельно взятого игрока? Что? Вы будете, конечно, пользоваться и в дальнейшем, а будут говорить, практически занять, то, что вы сейчас говорили, система Вайстал, система Инстат, есть другие системы, если вы будете работать в клубах, вам предложат другие системы анализа игровой деятельности футболистов. Но что вы будете анализировать для того, чтобы понять, нужен вам игрок или не нужен? Посмотрите, в футболе игрок обладает действиями, взаимодействиями, проявлениями физических способностей и какими-то элементами. Прежде всего, чтобы понимать, нужен игрок вам или не нужен, есть дредь, составляющий. Вы должны точно анализировать элементы, из которых состоят его действия, потому что, если игрок может совершенствоваться в этих элементах, а вы на какое-то время будете его смотреть, какой-то промежуток времени, и он может совершенствовать в этих элементах и проявлять при этом физические способности, он должен попасть на ваш кран-дрож. Потому что любой человек все равно взаимодействует. Это уже в дальнейшем. Даже мы с вами сейчас разделимся на три команды, на четыре, умеем мы играть в футбол, по большому счету не умеем, мы с вами все равно будем взаимодействовать. И мы с вами будем проводить какие-то действия. каждый из нас умеет бить по мячу, может передавать мяч партнеру и так далее, и тому подобное. Правильно, неправильно, эффективно, неэффективно, надежно, ненадежно, точно, не точно, это уже другой вопрос. Это уже к большому футболу. Но вы должны точно ориентироваться, что преимущество получит тот игрок, в котором вы заметите, что он может совершенствоваться в элементах игры, которые принесут ему потом большую эффективность. и проявление физических способностей. На первый план выходят две составляющие в футболе. Элементы относятся к выполнению технических приемов, а проявление физических способностей прежде всего относится к двум вещам. Это скоростным и скоростно-силовым способностям футболистов. Но прежде всего на первое место вы должны себе поставить скоростные способности футболистов. И они не только будут проявляться в способности передвигаться с максимальной скоростью на определенные дистанции, но быстро принимать решения и быстро, как можно быстро выполнять технические приемы. Это тенденция нашего или там европейского и мирового футбола. с одной стороны вы должны искать очень быстрых игроков, но прежде всего они должны очень быстро обращаться с мячом. Что недостает в нашем российском футболе? У нас к сожалению селекционные службы а здесь есть представители они могут меня поправить, но я надеюсь буду точен в своей оценке мы никак не можем найти достаточно быстро скоростных в двигательном отношении игроков. Еще мы не можем найти таких игроков, которые раньше были и не можем даже сравниться с их быстротой двигательных действий. Такие игроки знаете как Блохин, Газаев, Численко, Рингость, Евлюжихин из старого поколения там быстрее их вообще сейчас никто не бежит. Гуцай там все крайние нападающие. У нас быстрых игроков с вами нет. А если они есть, то они очень свои способности прячут. Это ваша задача их раскрыть. Проводилось тестирование юных футболистов сборных команд на 30 метров бега. Значит идеальный результат для футболистов например 16-18 лет идеальнейший результат это выбежать из 4 секунд. Это примерно там 3-9-95-3-9 это вообще просто результат такой. Я вам скажу, что ни один игрок юношной сборной России близко к 4-0 не подходит. Подходит 4-1 и так далее мы должны понимать даже в плане селекции в плане вашего образовательного скажем так уровня. Одна десятая секунда это 2 метра бега. Все представили? Если вы 4-0 бежите или 4-1 это 2 метра бега. То есть вы смотрите игрока. Он так бежит. Значит он будет проигрывать 2 метра бега на 4-х секунду. Если он будет дальше бежать он будет проигрывать 5 метров. То есть вы об этом тоже должны задумываться что вы будете смотреть у игрока. Что вы будете смотреть у игрока. Далее просто задайте вопрос прежде чем вы начинаете идти по пути селекцию зачем вы вообще будете это анализировать. Зачем? Есть такие которые селекционеры я часто встречаю которые говорят этот игрок не подходит он ошибается. Я вам скажу что ошибаются они. Игрок в процессе матча может ошибаться сколько угодно. И потом вырасти в очень классном игрок. Смотря в каком направлении он ошибается. потому что я вам приведу один пример для оценки эффективности действий например полузащитника который по нашему мнению играет все время вперед так называемый креативный полузащитник. Я вам скажу что из всех действий вперед 90% будут с браком. Если 10% без брака считать что мы уже выиграли. Как вы его оцените? Система например опять же я не ругаю но система компьютерного анализа может вам сказать если вы по голову будете оценивать что этот игрок неэффективен. Он 90% имеет брак передачи вперед. Вместе с тем это будет самый эффективный игрок на который который должны обратить внимание. Широк Я не говорю фамилии вы можете любого назвать для себя Широк или не Широк и так далее. Но мы говорим зачем мы это будем анализировать и что вы хотите анализировать прежде всего игроков потому что вы должны еще игроков разложить потому что это игроки разного амплуа и разной функциональной знаете как функциональной реализации лучше так сказать потому что оценка полузащитника не может быть сопряжена с оценкой защитника даже крайнего или центрального оценка например защитника то есть полузащитника опорного не может быть сопряжена с оценкой полузащитника играющего там в атаку И нападающих в том числе, потому что функциональные обязанности нападающих тоже различны, и вы должны в этом ориентироваться. Почему я начал с того, что есть фазы игры, и где он себя проявляет, потому как скажет тренер или там, вы это видите. Только тогда вы можете оценить степень моей эффективности, и степень того, что подхожу я вам, не подхожу, буду ли я на вашем карандаше или не буду. Или вы меня просмотрите, и меня возьмет на карандаш другой человек, а потом мы будем локти кусать, что, например, этого футболиста мы не взяли в состав, а он принес клубу многомиллионные прибыли. Вы часто можете читать, что, например, Сычев был в Зените, был в Шахтере, был в Спартаке, в результате там в ЦСКА, в результате оказался в Спартаке Тамбов, а через полгода, после того, как оказался в Спартаке Тамбов, играл на чемпионате Нью-Йорк в футбол. Через месяц его забрало все равно Спартак, и потом через 5 месяцев он играл на чемпионате Нью-Йорк в футбол. Есть такое, значит, эти посмотрели, здесь он получился. Жиркова тоже никто не видел, я вам скажу, что, опять же, это случай, потому что пришел там тренер из другой страны и сказал, пусть этот парень поиграет. Случай с Головяным это тоже случай, просто он вот так субъективно понравился главному тренеру. А до этого его никто до 16 лет вообще не видел, потому что он сам из Новокузнецка. Я его видел. Ну, так его не видели. Еще раньше. Его не видели. В ЦСКА его привезли, привезли, и потом в ЦСКА были другие игроки, лучшие, игравшие в сборных там и так далее. Просто понравился главному тренеру, сейчас мы получили игрока. Но он имел, видите, я перебил. Имел хорошего тренера, ващутинно. Еще раз говорю. Граждый. Школа была хорошая. Нет, может быть, я говорю, каждый из футболистов имеет своего хорошего тренера. Ну, ващутинно вы знаете? Знаю, конечно. Он до Васютина еще 2 года был в детстве, правило, ващутинно тренится в детстве. Так я и говорю, в детстве. Я говорю, он был в интернате, но в детстве я знаю, там подготовиться нельзя. Серег, Серег, я еще раз говорю, мы говорим о том, на что вы должны ориентироваться. Потому что вы должны тоже ориентироваться на то, или стараться это избежать. Потому что каждый игрок, который вы захотите поставить себе на карандаш, вы должны будете рассматривать его через призму своего личного субъективизма. Это личный ваш проект. Потому что другим он может вообще не нравиться. И вы должны себе, прежде всего, доказать, а потом уже футбольному миру, тренеру, что этот футболист способен играть на определенном уровне, куда вы его хотите определить. Потому что вами будет двигаться, да, двигать точно субъективизм. Потому что есть в мире всего, например, 10 игроков, примерно 10, которые не вызывают сомнений у всех нас. Мы скажем, что это достаточный игрок, вызывающий у всех симпатию, играющий на определенном уровне. Но и то мы из 10 расставим их, поранжируем. Не все поставят Месси на первое место, или Роналду, а кого-то другого, Варк. Но это 10 игроков, которые все скажут, что они на этом уровне. Остальное все личностное восприятие игрока, в том числе и в нашей российской суперлике. Далее, естественно, зачем мы анализировать будем этого игрока? Мы хотим для него вот рост спортивного мастерства предусмотреть, для того, чтобы он не тренировался в Колпино, условно, в Гатчине, а тренировался в Зените. И хотим извлечь для себя, в том числе, максимального результата. Максимальный результат для нас с вами. Я так вычисляю себя к вам пока. Для нас с вами это материальное благополучие. Ничего страшного в этом нет. Это материальное благополучие. А для игрока это достижение максимального результата. Например, выступление за Зенит в Санкт-Петербург. Тем самым он тоже решит свое материальное благополучие. То же самое решит. И мы для этого, для этого, вы хотите поступить в эту отоцель, скажем так, работать. Дальше это относилось к тренерству, там, определение средств неровочного процесса. Хотя вы можете тоже на это влиять. Потому что вы этого игрока будете видеть зачастую чаще, чем тот тренер, с которым потом ему предстоит работать. Вы должны познакомить тренера с тем, что этот игрок делал. Потому что первое, что может повлиять на отрицательный выбор тренера, которому вы предложите игрока, это не, скажем так, плохое слово, но скажу такое, знаете, незнакомство или отсутствие вообще восприятия игроком тренировочных упражнений. Потому что вы привезете игрока, он будет талантлив, но тренер скажет, он не готов участвовать в моих упражнениях. Он не понимает, что там происходит. Он вообще не обучается, к примеру. На самом деле надо терпеть. И вы должны убедить тренера, что этот игрок способен, что ему надо адаптироваться и быть в команде. Потому что мы должны с вами понимать, что в энных регионах, я так называю, в энных регионах, футболисты вообще не встречаются с теми упражнениями, которые потом им предлагают, например, в клубной академии Зинит. Они вообще не понимают, что надо делать. И даже вообще незнакомость с любыми упражнениями, это их может сломать психически или психологически, как угодно. Впадая в следу, у него ничего не получается. Но потому что он до этого просто не делал таких упражнений. Ему нужно время. Но он, по-вашему, обладает определенными, как мы говорим, качествами. Он может какие-то элементы быстро-быстро усваивать и выполнять, и там физические способности уже есть. И он понимает, как действовать в этом ампуа. Вы должны настаивать на то, чтобы этот игрок был. Тогда вы как раз будете влиять на определение средств тренировочного процесса вместе с этим игроком. Возможно, есть такие, я знаю, специалисты, которые убеждают тренеров на энный период времени отделить этого игрока от групповых и командных тренировок. А представить этому игроку определенных тренеров для того, чтобы он был подготовлен к вхождению в состав данной команды. Есть такие уже примеры, селекционеры, агенты в том числе настаивают на этом. В том числе агенты, если я знаю своих товарищей, нанимают тренеров даже за свои деньги. Чтобы отделить, и чтобы потом мальчик был адаптирован в состав. Потому что на самом деле, правда, он ничего пока не понимает, как это надо делать. И тогда он будет вызывать раздражение а у тренера, б у партнеров своей команды, а вы, естественно, раздражение перетенете и на него. Вы тоже должны это, ну, скажем так, понимать. Дальше. Как вы будете анализировать? Визуально, зачастую, то, что вы так анализируете, визуально. То есть, индивидуально вы видите, или можете в группу специалистов-экспертов. Будущее за объективной оценкой группой специалистов-экспертов. Будущее. Потому что индивидуально это всегда субъективно. Потому что мы точно можем дискутировать до бесконечности, когда я вам скажу, что, например, ну, какой пример вам привести, ну, Мершан. Вы мне говорите, он хороший и проба. В каком-то понимании я говорю, он пахнет. Мы будем до бесконечности дискутировать и обсуждать, потому что это будет наше личностное восприятие. Субъективное, индивидуальное. Он не просто не нравится. Моно нравится. Для объективной оценки и вхождения в клуб нужна оценка группы специалистов-экспертов, а не только вас. И они это должны снили. И если мнение, примерно, там, 75% экспертов совпадает с вашим, этого игрока стоит брать. Если вы не убедите, там есть два. У нас очень маленькие. Сразу предупреждаю, вам будет очень сложно, и вы должны к этому подготовиться, потому что у нас, в отличие от западных клубов, очень маленькие по количеству штабов-селекционеров. Очень маленькие. То есть несравненно меньше, чем с западными клубами. Это наш недостаток или беда российского футбола. Скажу к своему сожалению, пока никак не удается, например, ввести в РПС селекционные отделы председания. Силу отсутствия средств и так далее, у нас уже 7 лет нет селекционного отдела. Вот почему я, с чего я начал, предваряя свое выступление, мы очень спадаем, надеемся на всех, что они дадут игроков. Где-то найдете игроков, как главин, там, еще кто-то, которые попадут в поле зрения национальной сборной или клубных академий и так далее. Но это с вами тоже можно сказать, что Шатов один раз вызвался в юношескую сборную 90-го года и его признали с перспективным игроком. Потому что там был Загоев, Смолов, там, другие. Его просто признали с перспективным игроком. Тренеры сборной юношеской России ошиблись. Сейчас они говорят, что они его воспитали. Не верьте никому. Вообще, тренеры юношеских сборных и сборных никого не воспитывают. Воспитывают клубные тренеры, клубных академий. Тренеры юношеских сборных реализуют то, что дает клубная академия или то, что нашли вы. Вы бы нашли какую-то звездочку вообще где-то там в регионе. Дальше. Естественно, вы можете анализировать по видеосъемке. Вы можете взять своих товарищей и говорить, снимите мне матчи. Если у вас нет системы инстата Вайскаута, а может Вайскаут не распространяется на матчи Гатчина-Колкина. Мы еще с вами не знаем, но там тоже есть игроки. Значит, вы можете снимать видео или сказать, что давайте снимем видео этих игроков. И дальше, естественно, то, что вам будут говорить, видите, написано в компьютерной технологии определенной фирмы. Здесь вам уже говорили, будет Вайскаут, будет Инстат. Когда вы попадете в клуб, вы встретитесь с тремя самыми определяющими системами по анализу игровой деятельности. Самая передовая, по нашему мнению, это система ProZona. Слышали такое? ProZona. Дальше есть система Amista, и есть система Asensio. Вайскаут Инстат дают информацию о большом количестве игроков. Если вы хотите полностью анализировать игровую деятельность, то если вы будете работать в клубных системах, то вам предстоит столкнуться с этими системами анализа игроков. Лучшая из них ProZona. Она помещается на стадионах. Есть клубы у нас, которые именно с темой реализуются. Ну, мы говорим о том, что вы с этим встретитесь. Далее. Мы с вами говорим, что когда мы хотим анализировать кого-то, мы с чего начинаем, игрокам будем анализировать всегда. Группу игроков, видите, мы еще раз повторяем, 15 лет и старших, команду, если вы вдруг будете спортивным, директором, будете еще там, может быть, кем-то, то команду лучше анализировать и вообще командное построение игры с 19 лет старше. И вообще мы должны понимать с вами, если вы хотите вникнуть в футбол, вы потом будете все время дискутировать на эту тему, а я вам скажу мысль дискуссионную, что командных как таковых действий в футболе не существует. Потому что они никогда не проявляются в игре. То есть команда никогда, синхронно ничего 11 игроков не делает. Вот сидит парадин, он вам скажет, 10 игроков что-то делают, обратите по своей штамме. Потому что моя команда атакует. Ну, или хожу по своей штрафной. То есть я с ними не согласованный 10. Значит, это уже не команда, а ровно 11. Поэтому как вы будете анализировать, это уже такой другой вопрос. Значит, далее, предваряем. Сейчас мы как бы выпьем кофе, сделаем небольшой перерыв, а в дальнейшем остановимся на исключительно атакующих и оборонительных действий отдельно взятых игроков и посмотрим, мы вам покажем, что мы хотим видеть от этих игроков и как вы будете, ну скажем так, способны в этих проявлениях анализировать игрока. Может быть, мы чем-то вам поможем, говоря о том, что вот мы видим вот такой анализ игрока, возможен для дальнейшего селицарева. Сейчас, я так понимаю, вперед. Еще раз, когда после первой части, если даже у кого-то есть вопросы по ходу, мы так привыкли в Академии тренерского мастерства, где я являюсь директором, преподаваемым, привыкли, а Сергей мне не даст, да, соврать, мы привыкли, вы руку поднимите, если у кого-то есть вопрос по ходу. В этом ничего страшного, потому что мы с вами общаемся. То есть я не просто вам могу что-то говорю, 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 говорю. Если у кого-то есть прям вопрос, вы так руку поднимите, но лучше, наверное, предпринимем некую беседу, так будет информативней, возможно, для всех. Если вопрос не будет появляться, после второй части можете задать любые мне вопросы, в силу моей некой компетентности я могу их ответить. Единственный вопрос, не отвечу, сколько кто получает в Горной России. И какие премиальные, это информацию читайте из газет. Далее, по любым каким-то вашим вопросам, связанным в том числе и с агентской, там, сференционной деятельностью, которую я не затрагивал здесь, если хотите, спросите, если знаю, отвечу, сразу предваряя, может быть, как чьё-то желание или нежелание спрашивать. Но всегда, повторюсь, одну секунду, повторюсь, что в любом случае, когда бы вы не были в этой аудитории, кто бы перед вами не выступал, всегда старайтесь задавать вопросы, потому что ваши вопросы важнее моих ответов. Если вы спрашиваете, то вы совершенствуетесь. Если вы не спрашиваете и прячете в себя, то всё проходит мимо. Я вас уверяю, что, что бы мы здесь с вами не говорили, с организаторами, преподавателями и так далее, вы ровно запомните примерно 10%. Если потом к этому не вернётесь, ровно через месяц 10% опять забудете. И так далее, ровно через 3 месяца вообще всё забудете, что здесь говорили. И через 3 месяца вас снова надо собирать, снова повторять. снова повторять вообще об этом. И вы сбудете глаза удивлённые делать и говорить, ой, ёлки-палки, что-то новое. Хотя надо посмотреть, а там уже всё написано. Поэтому возвращайтесь и задавайте вопросы. Вопросы. Тем более, когда вы задаёте с вами вопросы друг другу, нам, другим преподавателям, вы всё равно это запоминаете. Потому что это был лично ваш вопрос. Он был вам интересен. И самое главное, не уподобляйтесь российским тренерам, которые на такое предложение. У вас есть вопрос? Они говорят, нет. Они говорят, всё закончили. Я только выхожу или любое другое. Они говорят, Андрей Владимирович, можно вопрос? У меня личный вопрос. И ровно 15 минут я даже до кофе или до чая не могу дойти и отвечаю на их вопросы. Я говорю, извините, девушки, вы гады вообще. не даёте только начинать. Я говорю, у вас есть вопросы? Они говорят, нет у нас вопросов. Как только всё закончилось, опять, можно я спрошу? Это наш менталитет, наша культура, её надо преодолевать. Вы видите, западных наших коллег. Свободно вопросы, свободно перед микрофоном, свободное общение. А в вашей профессии, если вы её изберёте, это самое главное. Это общение с тренерами, с спортивными директорами, с агентами, там и так далее, с специально игроков. Я говорю, что самые лучшие селекционеры в этой области обладают просто магией общения. В том числе мой близкий товарищ и ученик, бывший, как мы говорим, наверное, бывший спортивный директор зенита Санкт-Петербурга, как он себя называл, Константин Сарсаль. Просто магия общения. И до сих пор он считается одним из лучших селекционеров-агентов нашей страны, будучи работая в Литве. Перерыв, всё. Начинаете. Для того, чтобы, то, что мы говорили, ваши игроки к вам будут привозить стол и помещаться в тренировочную деятельность. Вы должны точно понимать, что или посредством вас, или вашей работы, посредством вашей работы и в том числе ваше влияние на тренеров, в том числе и на тренеров, работающего в детском и мышечном футболе, вы должны предусмотреть несколько вот таких вещей. То есть в тренировочной деятельности тренеры всегда выявляют способности. И вы можете встретиться с тем, что привезённый вами игрок будет оценен отрицательно. Вам он понравился, смотрели долго, но тренер сказал, он что-то не способен, или какие-то другие способности. Вы должны начинать убеждать, что в тренировочной деятельности он способен со своими проектами. Далее, если вы себе это позволите и будете влиять на тренера, то прежде всего вы должны разработать вместе с тренером или со своим селекционным отделом, с методическим отделом, может быть, как агент, разработать технико-тактический проект развития игрока. Это сегодня первостепенная важнейшая задача. Практически этим никто не занимается. Поэтому мы с вами не можем предположить ступеньки роста игрока. То есть, сейчас вы можете для себя спросить, например, я привез игрока, ну, я так буду опилировать он, Сергей привез игрока, так, ему он 14 лет, он привез в Академию Зенита и говорит, мое дело закончено. И тренер в Академии Зенита вообще не представляет, как с этим игроком что делать. Вообще, я вам вас уверяю, он вообще не представляет, что надо делать. И как он будет дальше строить его карьеру, в плане профессионального роста. А я уверен, что я привез игрока в перспективе, который должен играть в самой главной команде, в Санкт-Петербургский Зенит. Так мне тогда нужно вместе с тренером точно влиять, чтобы он разработал проект развития игрока, который будет включать, а, вот видите, технико-тактические, скажем так, деятельность или подготовку, и в том числе путь развития физических возможностей. потому что я посредством этого буду говорить и настаивать тренеру, что надо вот так делать, или вот на это надо обратить внимание. А когда я буду его селекционировать, селекционировать, я так называю, вы должны, прежде всего, понимать, кто его родители, этого игрока. потому что зачастую родители являются, ну, скажем так, лимитирующим фактором для дальнейшего развития игрока. Я буду спросить на ту же тему касательно отбора игрока. То есть, селекционер сказал, привез игрока в замок учебы в академии «Зенит». И тренер, предположим, который тренирует эту команду, скажет, он говорит, мне этот игрок не нравится. Как вы считаете, ваша личная, субъективная точка зрения, кто должен оценивать игрока, коллегиальная ли группа тренеров, или же, может быть, группа людей независимая, именно о том, что этот игрок должен быть зачислен в академии. То есть, понятно, что каждый специалист, там, тренер, там, не знаю, Таша тренер, не знаю, селекционер, у них каждого свое видение. Но вопрос заключается в том, чья ответственность в том, чтобы именно зачислен был в академии, и дальше, соответственно, он зачислен, то ему дали шанс, чтобы он мог показать себя при себе. Самая главная ответственность, это ответственность спортивного директора и его работников, службу спортивного департамента. Это раз. В том числе, туда входит селекционная служба в этом департаменте. К чему я, предваряю первую часть, и сказал, что есть группа специалистов-экспертов. Потому что один, это субъективное мнение. Если эксперты, я сказал, 75% где соглашаются, что этот игрок подходит, вы должны точно сказать, что этот игрок подходит. Спортивный директор должен сказать, тренируйте. Если вы встретите сопротивление со стороны тренера, то вы должны точно принять решение, чтобы этот тренер был переведен из этой команды. Потому что большая часть специалистов, его видя, деятельность игрока в матчах, там, 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 и так далее, оценила его как одного из самых перспективных. Вы же вас привезли в Зенит, тогда уже тренер должны перевезти. Но это мое, как бы, личное мнение, оно не претендует на истину. А спортивный директор сейчас во многих командах специальный директор. Еще раз говорю, это вопрос к руководителям. Если мы ориентируемся на тенденции современного футбола, только спортивный директор и его департамент, так называемый, определяют политику клуба. Только они. Тренер не определяет политику клуба. Он может ей противостоять. Я сейчас приведу пример. В 2006 году группа тренеров нашей была на стажировке, учась на категорию про. Мы были в PSVM Хоя, тренировал хумом. И мы приехали, и когда спортивный директор выступал, а он был третьим за всю историю этого клуба, спортивный директор, представляете, третий за всю историю, он сказал, что они отказались от услуг будущим самого лучшего тренера российской сборной Гуса Хитинга по той причине, что он сказал, что я приехал, я буду тренировать PSVM Хоя, да, мне нужны вот там-там-там игроки. Мы сказали, нет, или вы будете тренировать футболистов, которые мы вам говорим, в том числе клубная академия игроков, или вы не будете работать. Он сказал, я пока не буду работать. Это действие клубной идеологии. У нас, что в российском футболе не хватает, если в общем сказать, это идеология каждого отдельно взятого клуба. У нас нет клубной идеологии. И мы зачастую вспоминаем игра Спартака, Киевского Динамо и так далее. Это так называемая клубная идеология, или философия игры, команды, философия тренировок и так далее. Но прежде всего, раньше в Советском Союзе это определял главный тренер, ничего невозможно сказать. На сегодняшний день это должен определять спортивный директор, но если его нет, это руководство клуба. Если его нет, это просто убеление времени. Потому что тренер должен, как мы говорим, тренер должен тренировать. И тренерский штаб сегодня в наших клубах состоит от 3 до 6 человек. Мы должны понимать, что кто нам здесь повезет, будет работать в западном клубе, то он попадет в число селекционеров и аналитиков. Селекционеров, как я говорил, числа 150, аналитиков в количестве 10 человек примерно, от 5 до 10 человек, тренеров по физподготовке от 2 до 8, плюс физиотерапевтов такое же количество и так далее. То есть сегодня это огромнейший большой бизнес. И вы хотите в него быть помещены селекционер это тоже часть бизнеса, агент это составляющая бизнеса. Футбол это бизнес, как таковая отрасль. Игра, как мы говорим, это проявление, знаете, игра это бизнес или искусство, наука или искусство, игра это что-то такое посередине, но остальное это бизнес. И законы бизнеса должны быть применены к спортивной практике, что зачастую не хватает нашим руководителям. Они только по-голому хотят законы бизнеса переложить на спортивную практику, что не совсем получается. Больше ничего. Но прежде всего это спортивный департамент, спортивный директор. Потому что у тренера, как вы говорите, отдельно субъективное мнение. Он мне просто не нравится. То, что я сейчас сказал, мне Шатов не нравится. Но он же играет в сбор, играет в зените. А другой тренер до свидания. То, что мы приводили пример перед здесь. То, что коллега здесь интересовался кубами. Например, защитник юношеской сборной России. Вчертанов он играл центральным клубом защитников. В клубе первого дивизиона сейчас он играет центральным клубом защитников. В сборной России он играл правым защитником. Или левым. кубом. Иногда правым я видел, но играл левым защитником. То тренер и говорит это вообще не игрок. близко к той к той вообще такую шантруку взял метр скепки. Он не играл. Приходит наш тренер еще один. Вы видите, он в основном составе. Он говорит, это определяющее звено моей команде. Но это так получается. Здесь это не должно быть субъективизм тренер. А есть спортивный департамент и так далее. Андрей Владимирович, можно вопрос? Вот вы говорите про философию клуба, про Россию. Но рано или поздно клуб Краснодар есть. Относительно молодой клуб. Рано или поздно по тому, как строится инфраструктура плюс менеджмент и полностью стратегия клуба, то, что направлено на то, чтобы игроки свои воспитанники играли в клуб в дальнейшем. Они философии Краснодара направлено в свои воспитанники играли. Президент. Президент может угодиться. Президент в открытых говорит, что академия, которая создана сейчас, направлена на то, чтобы в команде играли свои воспитанники. Академии 9 лет? Да, меньше. Но я вам говорю, академии 9 лет. Ни одного игрока своего. Ну, потому что самый старший год, это был 95-й. Ну, 95-й, 94-й. Теперь я вам скажу мнение предыдущего главного интернера на Техкоме. Я могу это сказать, потому что Техком это большое образование, и до меня уже кто-то мог это сказать. Обращаемся к главному интернеру. Вопросы на Техкоме о юношком футболе. И Никита Павлович говорит, Олег Георгиевич, футбольный клуб Краснодар, свои воспитанники, он говорит, в ближайшие 5 лет нет? Не, я сказал, рано или поздно. Рано или поздно, это когда у нас с вами не будет? Может быть? Не, вопрос тогда в том, как тратится средство. Еще раз повторяю, это личные средства. Да, это личные средства, поэтому там есть порядок по сравнению с клубами. Еще раз говорю, вы там были? Был. А? Вы точно были внутри? Внутри. Вы знаете старые клубы? Не, я был внутри, да, в 17 лет. Тогда только в примере Лигу вышла там, а для двух был. Еще раз говорю, вы были же игроком? Да. Игрок. И меньшиня это разные вещи. Когда игрок, вы находились в золотой так называемой клетке. Когда вы будете тренером там, будете менеджером и так далее, вы будете на по другую сторону парикад и будете рассуждать совершенно возможно по-другому. Я могу вас повеселить, знаете, такую вещь, приходит один тренер улыбнуться, потому что все устали, да, все ждем с футбола, Барселона, Манчестер-Сити сегодня там, или Атлетика, Ростов. Но повеселить вас, потому что все устали, улыбнулся. Приходит ко мне денер, мы в Турции на стажировке, вот, с лицензиями, на лицензию, приходит денер, говорит, я хочу уехать, я устал, а так как я отосал фотографии жене, она сказала, слушай, ты дурак полный, у меня вспуг палец, потому что вот здесь все натер до крови, я так не писал, сколько, вообще, просто, я в сборной России играл, я просто не писал. Я ему говорю, слушай, так и не пиши завтра, а сегодня можешь накрыть стол для всех, тем более все включено, там ничего не надо. Он говорит, правда? Я говорю, конечно. Он говорит, во сколько? Я говорю, сразу после ужина. Он говорит, я на ужин даже не пойду, я пошел на кровать. Накрыл, ну там все, накрыли, все сидим, ну вы знаете, футболисты, да футболисты, в банки пошли. Вдруг он сидели, сидели, и на третьем часу он говорит, слушай, пацаны, что я вам скажу? Я тренировался у многих тренеров, однажды написал одному, два пятьдесят, кто больше? То есть, два пятьдесят тренировался, бегал, кто больше? Я ему говорю, ну и что? Он говорит, вот я сейчас сижу и думаю, вот здесь я нахожусь и думаю, вот я был футболистом, и говорю, ну идиоты, тренеры, просто дураки, два пятьдесят, гоняют, не понимают мое состояние, идиоты. Все такие прикидки, он говорит, один говорит, ну ты же сейчас тренер, он говорит, вот я и говорю, какие сволочи футболисты, вообще ничего не понимают, мне противостоят просто законченные идиоты. Я бы сказал грубее, тут девушка, просто, по нашему футболю, теперь к чему я веду? Вы были футболистом, слава Богу, вы прикоснулись к золотой клетке российского футбола, лучшей инфраструктуре в мире, я вас, вам утверждаю, я был практически во всех ведущих академиях Европы, ну Европы, в Бразилии тоже есть хорошие академии, но такой инфраструктуры, как в Краснодаре, нет, многие там не понимают, для чего там вообще что-то сделано, вот я сейчас был, 10 октября, вот такой зал, нас привели, обтянут сеткой, работают там пять мастеров, устанавливают какие-то пушки технического плана, еще что-то, еще, говорят, будем заводить сюда футболистов, у них все появится, техника просто, ну взрастет, как раз, и технично, и пошел, как конвейер, и один стоит так, говорит, из верхнего такого, сюда, как мы говорим, он так стоял, сказал, говорит, слушайте, может вернуться к старому, поставить гимнастическую лавку, бить в нее, и игрок появится, и так далее, и тому подобное, у каждого свой путь, и когда вы станете по другую сторону баррикад, а вы на пути к этому, вы будете думать по-другому, появятся игроки, нет, это чисто такое восприятие, и откуда они появятся, я тоже имел возможность беседовать с президентом этого клуба, даже дискутировать, по поводу его, игроков, и подготовности его игроков, он меня убеждал, что супер этого игрока лучше нет, ровно на следующий день он говорил, вы меня убедили, это он просто, мы его отчислили, а игрок выходил за юношку в сборную, он говорит, мы его отчислили, понимаете, потом следующего игрока, лучшего защитника, ну просто нет, почему вы его не ставите, человек говорит, ну и да, он что-то вот медленный стал, и так далее, Александр Иванович говорит, это тренер сборной его испортили, они говорят, а мы его играть не ставим, почему он стал медленный, и так далее, и тому подобное, и какие игроки нужны Краснодару, если Краснодар будет претендовать на Еврокубке, так же, как в Зенит, я вам скажу, футболист появится раз в 5-6 лет, один, ну и на камнях растут деревья, он и так появится, без ваших инфраструктур, раньше появлялись, не, ну сейчас, например, привезли, это 2007 года, Эбоа, ну и не русский, но дело все это меняет, что молодой, который играет в основе, тогда вопрос, зачем Академия, можно привезти, или запреки, 5 Эбоа, 97-го, скобка, 92-го года рождения, ну и привезите, ради Бога, а потом думаете, какого он года рождения, с какой пальмы он там слез, и когда его мама зарегистрировала, за того, это профессионально, понимаете, это другая поставь, вы о идеологии клуба, или о результате, результат, это когда в английском клубе, 11 дней англичан, что же результат, и 80-ти тысяч на трибуна, результат, это когда в Реале Мадрид, под давлением 65-ти тысяч акционеров, слышали такое, 65-ти тысяч акционеров, надо было возвратить нападающего, просто возвратить, своего воспитанника, 65-ти тысяч сказали, надо возвратить из Ювентуса нападающего, они говорят, ну возвратим, продали его за деньги, вернули за другие, ну потому что 65-ти тысяч, потому что на трибуну люди ходят, и кто будет в Испании, советую туда сходить просто, на футбол, они там ходят 65-ти тысяч, и они голосуют, я сам был на одном матче, когда они белыми платками, проголосовали за отставку тренера, хотя команда выиграла 1-0, проголосовали его через день сняли, в Бразилию, слушаем, Бургул, я был на этой игре, вопрос менталитета, это вопрос идеологии, культуры, менталитета, построения клубной системы, и так далее, мы с вами можем, давайте продолжим, обсуждать, мы можем все что угодно, но еще раз говорю, игроки, они будут появляться, вне зависимости от того, как вы будете, может быть, их тренировать, главное, ваша будет задача, их найти, а моя задача, как тренера, их не испортить, поэтому, если вы считаете, что вы нашли игрока, ваша задача, меня убедить, вот в этом, разработать проект для него, развитие, чтобы я не останавливался, потому что, вот, хочу сказать, селекционирование, это имеет отношение, вот у нас курсы были, я говорю, вот вы тренер спартака, он говорит, да, я тренер спартака, я говорю, вы какой год тренируете, он говорит, сейчас, 2000, я говорю, им 16, да, 14 лет их тренировали, он говорит, да, я говорю, скопы поменяли, он говорит, 11, третический вопрос, а зачем вы тех 11 тренировали, ответ, вообще, просто уникальный, я сам не знаю, я вам еще раз говорю, подождите, тогда смысл, вы говорите, я вам привезу 97 года из-за браки, тогда я должен себе сказать, а зачем я тренирую, тогда поставьте мне идеологически, другие задачи, тренируйте для того, чтобы я играл в Твери, ради бога, все выгодники, что через два года вам могут привезти, из какого-нибудь словного воронежа, игрока, который сильнее вот этого 14-летнего, на тот период он стал сильнее через два года. Я вам говорю, что тогда смысл этих академий, идеологически выстроить по-другому, потому что все равно будут вести, и тогда я поговорю тренеру, или ставлю задачу, давай тренируй своих, готовь, или тренер мне говорит, я буду делать как угодно, а вы мне, товарищ секционер, привезите футболиста, вы говорите, я не буду вести в 14, можно я в 16 привезу, сразу для «Зенита-М». Ну, тогда все сводится к тому, что вся эта деятельность, а формальность, я имею в виду, вот, совокупность этим будет в действии. Есть академия? Нет, я понимаю, нет. Где нет формальности? Нет, нет, нет. Где формальность? Просто из вашего сейчас монолога, ну, ладно, диалога, окей, получается, что это формальность, правильно? Еще раз повторяю, я не понял, что это формальность, я говорил о том, что команды, которые вы сегодня будете смотреть, отчасти, имеют клубные академии, хорошо выступают, но всегда будут ориентироваться на тренеров-селекционеров, которые привезут им готовых игроков. Есть академии, особенно в балканских странах, в балканских странах, великие академии, в том числе у нас есть примеры подготовки игроков, которые нацелены только на подготовку и дальнейшую продажу. То есть, селекция вся сводится к этому, к поиску этих игроков, одаренных, чтобы продали туда. А эти академии просто поддерживают реноме социально. Я хотел сноску небольшое сделать, ведь формально в плане вашей истории, то, что вы рассказали про тренера, которые тренералом, не знаю, зачем. То есть, эти вот погоды, да, вы спросите. А вы спросите, идите в клубную академию «Зенит» или в Краснодар? Я хочу, чтобы возвратить к этому вопросу, момент какой. Одиннадцать футболистов ушло, но эти одиннадцать футболистов, которые готовятся в этой академии, в техническом компоненте и технической подготовке, они гораздо лучше, чем те самородки, которые предъявлены их в периферии. Они более, может быть, физически развиты, может быть, обладают какими-то уникальными особенностями, применителям к этому АГЛОА, но именно в базовом, техническом, компонентах, прием-передачи и так далее, наборе техническими, эти клубные академии, они более подготовлены. Согласен, но если мы говорим про здесь и сейчас, если они сильнее, то они будут играть, правильно? Вопрос чаши весов. Что перемешивать? Если он в техническом компоненте силен, также силен физически, и так далее, то он будет выдерживать конкуренцию вот этого самородка, который привезен. Если он только в техническом компоненте силен, а в здании поступает, то, скорее всего, бутылдон варенду в другую спортшколу, мини-сильм, и там, возможно, навелет физически, и возможно, через бочья 2, окажется, сильнее того самородка, который был привезен с ребенком. Да, возможно, наоборот, потеря в разистом футболе, происходит все наоборот, теряются идти и другие. В разистом футболе, я вам говорю, теряются идти и другие. То есть теряются те, кто имеет лучшую базу, а потом, кто не имеет лучшую базу, не востребован уже в большой футбол, потому что там нужна техническая оснащенность. Повный селекционер вам здорово. Мое инспективное мнение, потому что нет шансов. Ну вот, возьмите, вот вы Головина сейчас, да? У человека появилась возможность, да, там, условно, полтора сезона назад, он ее использовал, ну, поскольку постольку, и не зная изнутри, что там происходило. Знаете, вопрос такой, я вам еще раз скажу, опять, вы можете, я еще раз говорю, мы с вами все цулины. Я вам скажу вот такой пример. У вас играет нападающий, извините, здесь играет нападающий, бывший мой студент, центральный нападающий, сборная России. Бывший наш студент, кафе тратя не только футбол, наша улица. И однажды он пришел, мы беседовали, и он говорит, вот вы знаете, я не играю. Я не играю, спортаке, плохо. Я не играю, я вот так считаю. Я ему задал вопрос. Он просто был студент, я говорю, слушайте, ты не играешь, скажи мне, пожалуйста, ну, давай только объективно. Смотря друг в другу, в глаза и в зеркало. Там же зеркало, он лучше всего разговаривает, там объективность найдете. В зеркале. Я ему говорю, ты сильнее, Эменинки? Он говорит, нет. Я говорю, ты сильнее, Вильтон на этот момент? Он говорит, нет. Я тебе ответил на вопрос. Он говорит, что вы предлагаете? Я говорю, иди играй в другой клуб. Он говорит, согласен. Сейчас он игрок зенитом. Эменинки где-то там, Вильтон вообще там тоже, в этой Турции, и так далее. Он игрок сборов. Смотря как, как сделать выборы, и как лучше. Это опять зависит и от вас, в том числе, селекционеров, агентов, и так далее. Второй наш студент играл уже в сборной России. В сборной России играл защитник. Прикапелло считался самым перспективным правым защитником нашей страны. Играл в Анжи, в основном в составе, в Ростове. Сейчас о нем вообще никто не слышит. Он говорит, ах, пофигу, локомотиве буду сидеть на зарплату. Фамилия его Лагашов. Это наш студент. И через нас студентов прошло. И значит, агент какой-то, или там, селекционер, или там, агент, которому вы хотите, может быть, не убедил его, что надо идти играть. И все. И дальше агент не убедил еще одного нашего студента. Знаете, был такой студент, который бегал по кругу в Краснодаре полтора года. Он сейчас в Питере живет. Борис Самсон. Это наш студент, игрок в нашу команду, студенческую, в том числе, и второй веке. Это наш студент, прошедший через юношеские футболы, через нашу, скажем так, команду юношеские, которые вместе с Константином Сергеевичем мы держали. Ну, поспитники у нас лежат. Он прошел, но агент его не убедил, в том, что надо пожертвовать определенной частью, чтобы работать. И человек 87-го года рождения в прошлом году закончил свою спортивную карьеру. Играл в премьер-лиге, а потом в Тюмени растворился, не стал играть. Это выбор вас. И выбор селекционеров или лучших агентов, как вы убедите футболиста. И как вы убедите тренера, в том числе, в взаимодействии с ним. Нужно доверять, как говорится, молодому проекту? Не нужно? Или там, дают шансы, не шансы? А вот слово молодым не дают шансы, это разговор вот в баре сегодня при футболе. Это вот точно. Потому что ни один тренер, с кем бы вы ни говорили, или когда вы будете тренером, вы точно себе скажете, ни один тренер на горло собственной песни никогда не наступит. Он просто оценивает ситуацию. Лучший этот игрок, опять же, субъективно, не лучший. Если Головин на то время раз вошел и адаптировался, то я вам приятно приведу, что талантливый футболист, сейчас в Анжи, но он тоже, выходит не уходит, тоже цисковец, Георгиевский, все циска говорили, что он суперталант. Талантливый Головина там раза в три. Ну вот, что-то разумеет. Поэтому это рассуждение, они бесконечны. Почему я и говорю, они субъективны. Если вы хотите меня убедить в чем-то, то вы должны обладать вот этими знаниями. Вы должны сказать мне, слушайте, тренер, это супер игрок, Головин, но вы для него вот этот составьте, проект, чтобы развивался он вот здесь. Вы давайте физические возможности его, Паулино Гранера к нему представьте, чтобы он с ним не один раз в тренажерный зал ходил, а четыре. Не по часу, а по три, к примеру. Но только точно, чтобы вы его не угробили, чтобы сердечно-сосудистая система у него была здоровая, а не пошли в его реанимацию. Теперь врач, иди сюда, ты его будешь кормить, потому что в Казаново-Кузнецке он не кушал. А теперь ты будешь его есть. Так, иди сюда, тетя Маша, ты будешь воспитательницей, потому что надо за головину смотреть дома, потому что это мои деньги, я хочу в него вложить, и так далее, и тому подобное. И потом я его купил в Казаново-Кузнецке за сто тысяч рублей, а продам его за 20 миллионов евро. Вот еще, ну вот сейчас про философию Краснодара сказали на данный момент. Еще раз повторяю, философия Краснодара нам с вами недоступна. Вообще. Недоступна. Потому что она меняется изо дня в день. Даже от часа к часу. Даже. Понимаете? Философия Краснодара. Я имел честь и возможность беседовать достаточно долгое время с президентом футбольного клуба Краснодара. У меня, я не скажу, приятельские отношения с олигархом и миллиардером. Но нормальные мы здороваемся, обсуждаем и так далее, и тому подобное. Еще раз говорю, не будем об этом говорить уже. Дальше. Смотрите. Вы должны понимать, что когда вы привозите футболиста, то, что здесь мы затягивали уже, то вы встретитесь с проблемой или ваш футболист будет встречаться с проблемой, особенно если вы будете агентами. Это введение молодых футболистов в возрастный состав. Это огромная проблема вообще любого футбола и в том числе российского. Потому что если кто играл в футбол из вас и вводился в состав, он точно понимает, что на первом этапе, когда вас хотят ввести возраст и состав, две стороны испытывают раздражение. То есть опытные игроки на вас, вы внутреннее раздражение, тренер, смотря, какую сторону он принял. но вы точно будете испытывать раздражение со стороны опытных игроков. Потому что вы не соответствуете пока уровню их мастерства или их подготовленности. Если вы воспринимаете это, вы войдете в этот состав, начнете быть, они вас примут и так далее, в том числе и психологически. То есть это главная проблема не в том, что не дают шансов. Главная проблема это введение молодых футболистов в возрастный состав. Их тренировочная деятельность. И здесь тренеры наши с вами, мы должны к этому быть готовы, ошибаются во многих случаях. Потому что то, что мы сегодня говорили в академии, то, что мы вам скажем, вы должны призывать себя, тренеров, в том числе и пропагандировать идею индивидуализации тренировочного процесса молодых футболистов 18-21 года. Если процесс недостаточно индивидуализирован, этот футболист выпадает на 90% перспективно и идет по ступенькам вниз. Он хоть должен был играть в зените по способностям, но он идет сначала в условную в УФУ, а дальше может быть спускается во второй футболистов. Это объективная реальность. И вы с этим должны, можете не соглашаться, но с этим вы обязательно встретитесь. с точки зрения в том числе и психологии. Вы должны готовить игрока. Обязательно. Почему мы затронули вопрос? Что в любом случае, когда вы будете селекционировать игрока, вы должны быть готовы, что вы должны убедить родителей, что вы дернете его из привычной среды. это самое большое горе в дальнейшем. Как игрок адаптируется к реалиям конкурентной среды и большого города и так далее и тому подобное. В том числе и к образовательному уровню. Там он хоть как-то ходил в школу, здесь он вообще перестает образовываться. Но на сегодняшний день без образования в футболе достаточно сложно, потому что обработка информации все время возрастает, скорость игры возрастает, количество изменяющихся ситуаций в секунду даже возрастает и так далее. Это как в компьютерных играх. Надо быстрее мыслить, быстрее соображать, потому что принятие решения как раз ведет к эффективности. Вы должны игроков искать, которые в единицу времени быстрее, чем их коллега принимают решения. Думают быстрее, а потом уже исполняют сразу. Если этого нет, игрок, возможно, не способен играть зимителю. Он будет играть в пуфетне вопроса. Возможно, возможно, в Енисееве, возможно, возможно, там пост, может быть, но в Зените никогда. Потому что там требования совершенно другие. И вы должны на это ориентироваться. Можно провести параллель по поводу введения молодых футболистов в возрастах футбола. Например, условно, есть два игрока. Берем Зенит, любой клуб. 17 лет, будет 18. Один попадает в дубль, а второй попадает в молодежную команду. команды премьер-лиги условно Зенит, второй попадает во второй дивизион, потому что он не смог пройти, у него вариантов не было, предложил условный агент во второй дивизион. Во второй дивизион он попадает уже в команду мастеров, то есть где люди энное количество лет старше и опытнее. Просто у меня была такая вот история, я оказался в Динамо Волге, 17 лет. И условно попадает игрок в среду, молодежная команда, где игроки твоего возраста, то есть условно сейчас 98-99 год рождения это молодежный состав, но он растет при этом в этой среде, то есть условно 20 лет, он не может, он может не выстрелить в эти 17-18-19 лет, я имею в виду выстрелить до основной команды, что он там будет, может периодически тренироваться, но он не будет вхож именно в сам тренировочный процесс и так далее. И опять же, мы берем опыт игрока, который будет тренироваться и играть во втором дивизионе и опыт игрока в плане развития его как и личности, как и в плане игрока на тему того, что как правильно сказать, где больше пользы, да, то есть, например, уровень сейчас молодежного первенства в субъективное опять же мнение это ниже, чем второй дивизион условный запах. ну, что вы хотите делать? Нет, вы говорите про ведение молодых футболистов во взрослый футбол. И там проблема, и у вас в Волге проблема, и там в Динамо Санкт-Петербург проблема, и там где-то еще проблема ведения молодых футболистов во взрослый состав. И у второй легит проблема. Вам надо просто с корнем завивать это место. Это не значит, что где-то там перспективнее перспективнее для вас, для становления личности это второй дивизион. Но вам надо выиграть все. Там конкурентная среда. И будете вы готовы к этому? Не будете. И готовы к тому, потому что там надо точно попадать в состав. Если вы за год не попадете в состав второй вики, вот, может, попадете, потому что там есть лимитные игрока. У вас определенный возраст, и вас будут выпускать, нам трех игроков держать определенного возраста. Но я вам скажу статистику. Вы должны эта статистика вещь такая мутная, неверная, но иногда ей полезно оперировать. Хочу сказать, что по данным профессиональной футбольной лиги из игроков сегодня это 95-й год, опять же, играющие, которые по лимиту должны играть, на следующий год, или 96-й, на следующий год в командах остается 5%. Вы поняли? Нет? Да. 5%. То есть приходит 97-й год, на следующий год опять 5%. То есть игроки просто перевариваются по лимиту, то есть с ними практически никто не хочет работать, их просто выпускают по лимиту. Да это не бизнес, это просто это может быть нужная вещь, которую надо выпускать молодого игрока. И была дискуссия, что надо оставить 95-й год. А? Хотя 95-й, это двух человек. Да. Я говорю, опять же, там, в клубах, там еще кто-то не... Была такая дискуссия. Это может быть благое начинание, но как оно реализуется? Смотрите, благое начинание Академии Краснодара, самое благое начинание, которое я видел. Но не допускать ребят вне тренировок на базу тренироваться или не разрешать им смотреть лигу чемпионов, я думаю, это не благое начинание. Мне же не разрешают в Краснодаре. Я вам точно говорю. Как это объясняет? Никак. Режим нет. Серби. Да, или в школе получить тройку и не поехать на турнир. Доже начинание в Краснодаре. И как идеология российская, сербская, игроков готовят и так далее. Еще раз говорю, не будем об этом даже диспутировать. Потому что у каждого свой путь туда. Значит, смотрите. я хочу проанализировать игрока. я веду атакующие действия. Я веду атакующие действия. Пока анклуа не берем. Есть три вещи, которые я хочу анализировать. Это когда я готовлюсь принять мяч. Вы видите, да? Потом я с мячом и я открываюсь. Это три аксионные вещи, по которым вы можете хотя бы при ближении анализировать действия игрока. А дальше смотрите. Расположение по отношению к мячу, к сопернику, скорость передвижения и выбор способа приема мяча. И вы часто видите, и часто опять же субъективно, а потом и объективно потом может быть и группа приедет, специалист, как только вы увидите, что игрок в данной ситуации мяч принимает например не внутренней стороной стопы, а на середину подъема, часто падающий сверху. Я вам точно говорю, что большинство селекционеров скажут, этого не берем. Просто не берем. Потому что он просто не понимает, что в этом эпизоде надо играть так. Он не надежен. Если вы увидите игрока быстро перемещающего с мячом по флангу, нападающего из пяти четыре раза за ворота, я вам точно говорю, что группа специалистов оценит его как ненужного вам, просто ненужного вам, хотя он будет может быть обыгрывать и еще что-то, но не подавать. А дальше идут некие вещи как располагаюсь по отношению к мячу, как я открываюсь. Я вам скажу, что за последние десять лет в России воспитано нашим тренерским корпусом всего-навсего пятьдесят тысяч нападающих. Всего-навсего пятьдесят тысяч нападающих. Последний нападающий как чистый нападающий вышел в 2006 году. Фамилия Водзюба. С учетом того, что каждый год десять тысяч футболистов выпускают в России. Выпускают сорок тысяч. Сорок тысяч? Да. Две тысячи двадцать одна школа в России. Понимаете, где-то около двадцати футболистов, то есть примерно около сорока тысяч. Примерно из них пять тысяч нападающих. Все, статистика такая, пять тысяч нападающих. За десять лет примерно пятьдесят тысяч. Значит, в 2006 году выпущены Зюбы из школы с пропагандой. Вы все поняли, селекционеры, где вам искачет? Для кого? Ценятся, прежде всего, нападающие и атакующие кулочники. Это самые дорогие поигроки в мире. Самые дорогие. Ищите. Там, может быть, найдете, но до вас уже все вымели. До вас уже все вымели. Поэтому дальше вы будете анализировать меня с мячом, потому что вы будете точно понимать, как я веду мяч, делаю передачи, прием мяча, то, что мы говорили, как я работаю с мячом. А с мячом я делаю три вещи всего. Я передаю мяч, принимаю и веду его. Больше ничего футболист ничем не делает. Даже, когда говорят финты, не финты, финты – это из-за введения мяча с изменением направления. Я позволю себе так повысить ваш образовательный уровень. вы будете оценивать футболиста, как он действует с мячом. Но еще вы должны оценивать футболиста, вот видите, я открываю, когда партнер с мячом, в расположении соперника, по ходу игрового эпизода и по наполнению футболистами игровых зон, это уже в возрасте от 15 лет и старше. вы точно понимаете, что футболист вообще не понимает, что делать на футбольном поле. Если, обладая хорошими качествами, вы все равно его возьмете, вы должны тренера академии, там, зенита, точно выяснить и сказать, мы его берем, мы наставим, чтобы вы его тренировали, но вот в этом сегменте вы должны ему уделить пристальное внимание, потому что там он не понимает вот этих вещей. Если вы будете учить, он способен к обучению, он вырастет куда? не способен отправлять поддержить его там в молодежный тайм, но он обладает другими вот этими качествами. На это тоже надо ориентироваться обязательно. И вы должны точно ориентироваться, смотреть не только как футболист вот то, что мы говорили, действует с мячом. Потому что на сегодняшний экзамен один тренер сказал уникальную вещь, просто уникальную, потом правда вспотел, он говорит, у меня дети играют два по двадцать, и у меня игрок каждый примерно минут двадцать владеет мячом. Потом когда мы начали разъяснять и пришли к выводу, что мячом владеет всего секунд тридцать, он до этого времени сказал, что у меня вспотела уже и спина. То есть все у него вспотело. То есть вы должны точно понимать, когда вы ищите игрока, как он делает передвижение по футбольному полю, насколько они экономичны и обоснованы, насколько он обучает. Потому что в процессе футбола, так называемой игры, футболист примерно, если играет девяносто минут, якобы длится игра, так он девяносто минут находится без мяча, девяносто две минуты, а примерно полторы минуты только с мячом. И вы должны точно понимать, как вы его селекционируете, как он вообще без мяча что делает. Способен ли он вот это, вот это, вот это, вот это сделать без мяча. Если он это не способен, то это игрок только второго дивизиона. Вы часто можете встретить футболистов, играя друг с другом на площадках, вечером, так далее, можете встретить супер техничных футболистов. Супер вообще техничных, может быть понимающих и так далее, но они медленные, они не могут передвигаться с необходимой двигательной скоростью и так далее на футбольном поле. И они могут уставать, потому что они неэкономичны. Но они играют по нашему мнению во дворовый футбол, но никогда не востребованы в большом футболе. Применимы к оборонительным действиям. А можно вопрос? Можно. Смотрим про футболисты именно, да? То есть на них надо ставить кресло или скорость как-то все-таки она не если вы можете не ставить крест, но тогда вы должны говорить, что это очень лимитирующий фактор в большом футболе. Если человек вам говорит, я хочу достичь зенита или спартака, это очень лимитирующий фактор, тогда уступает силу фактор на наибыстрейшей работы с мячом и наибыстрейшей работы центральной нервной системы в мыслительных процессах. Если это позволительно вам, и вы найдете такого игрока, вы должны убедить тренеров, что рядом с ними будут играть четыре собаки, которым не надо вообще будет думать, которые так относительно будут все выжигать, а он будет просто играть в одном касании. Таких игроков в России к сожалению пока нет. К сожалению, их уже пока нет. И мы с вами их не можем найти. Ну не можем. И вот я почему начал, мы не можем противостоять командам, в которых собраны не только немцы, французы чистые. То есть в юношеской сборной Германии примерно процентов 70 не немцев. сборной Франции чемпионы Европы 98 года два белых. Два беленьких, остальные черненькие. А черненькие, понимаете какие черненькие? Они просто как антилопы бегают, мощные как эти львы и так далее. Они черненькие. И тогда это сродня американскому баскетболу. Черных много, белых мало. Но черные все великие. Так и здесь. Мы должны с этим согласиться. А еще идут южноамериканцы, а еще идут балканцы. И вдруг наступают вот эти вот Норвегии скандинавы. Понимаете? Мы должны с этим согласиться, что у нас достаточно нездоровая нация. Я вам скажу дальше. Когда вы селекционируете футболиста, вам об этом будут подробнее рассказывать, дай бог пригласят специалистов, они точно вам скажут, что в Академии Зенит процесс Зенита процентов 40 больных людей хронически. Это по всей России так. Процентов 40 больных людей, а в сборной России нет ни одного здорового юношеской сборной. Потому что у всех проблема с сердечно-сосудистой системой, а проблема с желудочно-кишечным трактом. Есть, потому что вы понимаете, вы же играете в футбол, как вы питаетесь? Вы же играли? Вы же не все были в Краснодаре где 5-ти раз вы писали? Вы же играли в футбол, играли, теперь вы понимаете, как вы едете, как вы спите, как уроки, как это, это, это. И когда к вам приезжает селекционер и вас вдруг берут, но потом он не оценивает лимитирующие факторы ваши, а у вас там испорчена сердечно-сосудистая система немного посажена и так далее и тому подобное. И если вам предписано играть 30 или 40 игр в год, то футболист Зенита Зенитовской Академии, игрок сборами России, так называемый, по ним я даже помню, 98-го года я больше помню, такие как Круговой там был футболист, Денисов, потом футболист, то они примерно проводят 80 игр. 362 дней разделите на 80. Игрок Спратака также проводит, игрок локомотив. Это вопрос, то, что коллега говорил, он совершенно прав в своем посыле. Если я прихожу в 18, в 17, и мне надо конкурировать со здоровым организмом вологодского парня 30-летнего или привезенного отпуска и адаптирован уже к этому, и мне надо бежать, а еще тренеры бывают с чудинкой, с чудинкой, заставляют меня бегать, 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 то я сердечно-сосудистой системой своей уже не могу соответствовать. Я вообще падаю. Все, я не могу играть, я не способен. И когда вы селекционируете футболиста, вы на это должны обратить внимание, на медицинскую составляющую, обязательно, я сказал так, вам будут, я еще раз говорю, уверен здесь говорить полностью на занятиях, но это родители, это гены, обязательно, в том числе и здоровье родителей, бывают хронические болезни, унаследованные от родителей, мешающие играть футбол. Это тренировочный процесс, где он тренировался, это его окружение, это школа, это его образовательный уровень, и это его состояние, некое функциональное, в том числе, мы говорим, медицинское. Если вы на это не будете обращать внимание, а просто вы привезете игрока, то завтра вам могут сказать, что вы привезли некачественные продукты, и завтра скажут, что нет, больше не будем обращаться к вам. Вы должны думать об этом, потому что зачастую привозят и потом отчисляют, и говорят, осилизационные службы не работают. Потому что вы должны понимать, что тренеры это ваши враги. Вы к этому готовьтесь. Потому что и родители тех игроков, которые работают со мной уже как с тренером, тоже ваши враги. Потому что как они только видят и говорят, убить бы его, что ли, везет игроков опять взамен на моих, наших. Это тоже. И тренер тоже говорит, это враги, они сейчас мне привезут, я этих должен очистить, они мне привезли мусор. И я опять там проиграл. Значит, что ты мне везешь? Он сразу свалит на селиционер. Нет такого тренера, который не сваливает на селиционер вообще. на селиционер. А вот пусть я высказал на раме ранее о том, что необходима коллективная оценка футболистов, потому что уже каждая оценка рассказали это все для активизма, она справедлива в отношении того, о чем вы сказали, именно медицинский, вердикт какой-то. То есть, необходимо ли пользоваться коллективными... Здесь вы пользуетесь только врачебными заключениями. Да, но нужно ли пользоваться врачебными заключениями в единственном источнике, либо нужно делать это коллективно? Но в любом случае вы должны точно понимать, когда вы разговариваете и хотите его забрать условно на Новокузнецк, вы должны понимать его историю. Там все равно погружаться. Когда вы сюда его привезете, вы должны в любом случае его подвергнуть тщательно в медицинском обследовании. Нет, у нас есть живой пример Злобина, которого в ЦСКА очень прибыли изо сердца. Благодаря спасению агента Толстого поехал в Португалию, там он оказался очень здоровым. И сейчас он второй вратарь в Бенфике просто не любил особо. А в ЦСКА он был нездоров. Ну, опять-таки, оценка врачей португальских и оценка врачей российских так как раз... Я не знаю... Я не знаю ту историю. Я не знаю и не буду о ней рассуждать. Я могу сказать только она с вами. А вы точно знаете, что он здоровый? Если верить врачам в Бенфике, то да. Кому будем верить? Перед тем и тем. А может, никому не верить? Нет, все-таки, никому не верить. Вы привезли, но вы сделали свою работу. Мы сейчас поговорим о вашей работе. О том, что врачи сделали, они переложили ответственность на себя. Понимаете? Я вот задам вам тоже вопрос. Вот все игроки, например, в английской премьер-лиге проходят медоследования. Вы же не скучаете от этого, правильно, во всех курках? Да. Да? А что есть случаи смерти от сердечного недостаточности? У Англии. Да? В Англии не могу чего. Но есть? У Голка нет. Нет, есть? Есть. И даже были на тренировках на Украине, у известного нам тренера, который сейчас близкий к нам, например, Вячеслава Грозного. За месяц умерло двое молодых футболистов. На дистанции. Бежал 400 метров. Раз готов. Раз готов. А проводились медобследования. Поэтому я бы постерегся. Я не говорю, что ЦСКА правы, а Бенфика там, или наоборот. Я об этом не говорю. Я говорю, я не могу сказать, как и что. И какой диагноз вынесли в ЦСКА, и какой диагноз вынесли в Бенфике. Дай Бог, чтобы этот вратарь был здоровый, был востребован потом игроками или Кулум Бенфика, или там Пример Либи. Да? Дай Бог. Дай Бог, чтобы Толстиков точно был в Португалии и там возил наших игроков туда, чтобы потом перепродать их обратно. Это тоже нормальный бизнес, и он молодец. На одном крючоке он заработал столько, сколько позволило ему купить клуб в Португалии и дальше соответствовать. Ну, это, может быть, кто-то купит из вас Челси. Я так и не сказать. Ради Бога. Ради Бога. Тем более, российских владельцев в футбольных кубах в Западной Европе становится все больше и больше. Главное, учите иностранный язык и соответствуйте своим образовательным уровнем вас могут призвать. Потому что там тоже не хватает условных меньше. Далее, если я опять же говорю, смотрите, оборонительные действия, вернемся к этому. Вы должны оценить, как я отбираю мяч у соперника, опять же, там, способ, расположение, как я веду единоборство и так далее. И тем самым, вы точно на меня посмотрите, какой я. Дальше, я взаимодействовать буду с партнерами, опять же, я, только я, и я буду персонально закрывать соперника. На амплуа, прежде всего, защитники и полузащитники, а нападающие, вот видите, согласованные перемещения будут в заданных направлений, контроль игровой зоны и так далее. Вы все это должны оценивать, в том числе, как он мыслит на футбольном футболе. Потому что требования большого футбола, они несравненно выше в перспективе, чем требования, с которыми вы придете к селекционированию в юношном футболе. Вы должны видеть так называемую перспективу игрока. Вы видите, дай Бог, вы просто молодцы, молодцы. Далее, я вам скажу, а дальше вот к чему вы должны прийти и что вы должны получить у игрока. Смотрите, высочайший уровень по возрасту имею ввиду функциональной подготовленности. Без этого вы его не можете селекционировать и заметить. Дальше, индивидуальная техническая оснащенность. Кто играл в футбол, поймет, о чем в скобках написано. Разнообразие применения технических приемов в зависимости от хода игры. Вы должны оценить, как футболист применяет технические приемы. Потому что зачастую у нас есть футболисты с одной ногой понятно, я не оспариваю, это может быть и хорошо, лучше одной ногой делать хорошо, чем двумя плохо. но выбор. Я сегодня сказал одному тренеру, он за голову схватился, я говорю, он говорит, я обучаю целый год удары в средней части подъема. Я говорю, а еще 14 способов ударов, приемов, ведения. Он говорит, столько много, мне еще предстоит, а футболисты уже 11 лет были. Я говорю, так уже время прошло, уже все, уже практически поздно. Он говорит, а я еще и не приступал оказывается к ведению мяча определенными способами. Понимаете, о чем я говорю? Значит, разнообразие технических приемов. Если нет этого разнообразия, футболист возможно опять по перспективе дорастет до определенного уровня, но никогда не будет востребован на высшем уровне футбольной иерархии клуба. Дальше максимальная быстрота принятия разнообразных тактических решений и самое главное, самое главное, это постоянная готовность вашего так называемого подопечного или селекционированного вами игрока или того, кого будете вести вдруг вы будете агентами, готовности к совершенствованию. Российский футбол беден на игроков, готовых жертвовать собой и чем-то еще для того, чтобы достичь цели. Российский футбол беден на таких игроков. у нас игроки не предъявляют себе повышенных требований и не готовы постоянно совершенствоваться. Достигая определенного уровня, игрок успокаивается. В этом ментальность наша. Дальше я вам скажу, есть еще у нас заканчиваю и говорю, что благодарен вам, что вы выселили и так далее, но избегайте того, что присуще всем нам. Я тоже иногда этого так хочу и так это делаю, сейчас расскажу как. Избегайте, пожалуйста, привычки халявить, потому что у российского человека она просто неистребима. У меня тоже, я к этому себя не представляю супер таким-то, потому что однажды я подумал и сказал тренеру молодежной команды Зидит, говорю, слушай, мы привыкли с тобой халяви от сегодняшнего тренера. Он говорит, это как? Я говорю, слушай, ты читал русские народные сказки? Он говорит, ну да, мне в детстве читали. Я говорю, я тоже в детстве читал. Нам привили с детства чувство халявы. Он говорит, Потому что лежал на печи, проснулся, все достиг. Закинул небо, раз, золотая рыбка. Ничего не надо. еще лучше. Стрелу запустил, попал в жабу, так называемую. Она оказалась самой лучшей принцессой. Ну, халявно сделал. Он говорит, а он мне говорит, ну, на еще лук-то надо натянуть. Я говорю, это халява, ладно, один раз натянет. Избегайте вот этой привычки халявы у себя и у своих подопечных игроков. Вопросы в инвестиции. Еще раз говорю, она и вами воспитывается в самые лучшие агенты это те, которые сумели преодолеть это у своих игроков. Это самые лучшие агенты, мотивирующие постоянно их совершенствоваться. Футболисты в России изначально не хотят жертвовать собой, не хотят совершенствоваться, не хотят чем-то поступиться, играя в лучших клубах, достигать лучшие результаты, учить иностранный язык, заниматься лишнее время на тренировках и так далее. Хотя это присуще всем. Тот же тренер сборной Германии, подписавший вновь контракт в беседе в Санкт-Петербурге в 2014 году за чашкой чая, мне сказал, самая главная беда немецкого футбола, что молодые мало хотят тренироваться. Я говорю, это в Германии? Тогда у нас. Он говорит, да, тогда у нас что такое? Они вообще не тренируются. Понимаете о чем? Он говорит, это главная беда. Молодые не хотят жертвовать собой, потому что любая деятельность, в том числе и та, которую вы хотите вот здесь посвятить себя, придя сюда обучиться, кто-то из вас точно пойдет по этой стезе, кто-то нет, но вы должны точно понимать, что она требует пожертвования. Жертвности во всем, в том числе, но самое главное, в личной жизни. Если вы хотите достичь успеха в селекционировании агентстве, так называемой агентстве, забудьте о личной жизни. Просто забудьте и будьте готовы, что вам жена скажет, слышите, идиот что ли? Вы можете только ее успокоить тем, что, слушай, я заработал не только на Бали, а даже на Лос-Анджелес, Нью-Йорк и так далее и на лучший шопинг в Милане целый год, и ты там не должна отрываться от этого. Она скажет, елки-палки, дай денег и иди туда селекционируй, дай. Но вы должны быть к этому готовы. Тем более, если у вас будут дети, а я надеюсь, что будут и у всех, у кого-то есть, вы точно должны понимать, что игроки будут вам ближе в большей мере, чем ваши дети. Это, ну, скажем так, истина, вот, аксиома, но она очень, ну, скажем так, обидная для слуха, но она такая вот. Игроки становятся ближе, чем дети. И это тоже жертва, готовьтесь к ней, вам успехов, спасибо за то, что пришли. Организаторам спасибо и готовьтесь через час пятнадцать суперфутбол. Если у вас есть вопросы, давайте. Если у вас есть вопросы, давайте. Городич, вот вначале разговаривали о том, что по сравнению с западными футболистами нашим не хватает артистичности, да? Ну, чисто визуально. Как вы думаете, это больше морфологическая проблема нашего климата, страны, или это все-таки проблема подготовки футболистов? Больше нет проблемы подготовки. Подготовки? Вы считаете, что мало внимания уделяют ответственно в наших академиях? Мало. У нас в академиях до анализованного возраста и даже дальше практически все упражнения идут для структурирования. А вы как руководитель, технический директор из Кухолого Велосоюза и главный методист ведется в этом направлении работа? Ну, все преподаватели например, в центрах футболистов об этом кричат. Но до тренеров достучаться очень тяжело. А с какого возраста? после 14 лет я вам скажу что можно и 8 его использовать и 10 и так далее. Смотря каких опять же это для тренеров прежде всего рассуждания какие дозировки вы используете сколько повторений какой ракурс единоборств потому что наши футболисты вообще не могут вести единоборств. Сейчас приезжал Аякс просто и у нас играл 2005 год академии 2004 и казалось что играли год в год. Казалось что наши ребята все время играют против старших. Дело даже не в том что там были темненькие ребята даже против маленьких юрких голландцев наши отлетали ну скажем так напрямую они были более готовы. Еще раз говорю к этим тренером о чем мы сегодня говорили с тренерами клубных академий и почему учеба здесь велась в том числе и преподательная академия тренерского мастерства мы не устаем отвечать об этом что надо поменять вектор направлен в тренировочном процессе. Мы об этом причем вести лет. Но есть две составляющие понимаете есть атлетизм поноженный на когнационные составляющие когнационные способности у нас этого не хватает не хватает и поэтому наши воздействия тренировочные методически возможно правильно но потом они на миллионах возрасте сложится на них а так как мы тренируемся практически без сопротивления и вы кто тренировался у вас были упражнения передач там какие-то туда сюда в этом атлас не требует в том числе скорости передач в том числе силы передач максимальных усилий максимального ускорения игроки халяют есть примеры вы можете улыбаться поддалом по вращению я сейчас вам скажу вы все футболисты я вам скажу побегите от штрафной до центра с ускорением ровно до 10 метров до центра вы сбросите скорость ровно вообще ну просто сознательно до 7 метров до 5 а я вам скажу что скорость самую наивысшую надо держать пересечение центральной ритм ну ни один российский футболист не прибежит ни один из-за подготовки понятно из-за контроля тренировочного процесса который так осуществляется нашим это наша беда в советское время возможно так и не бегали в советское время вы знаете что в сборных юношеских россии и посредством этого играло множество игроков из других советских республик из россии играло минимальное количество футболистов поэтому школ было не 2000 а там 5000 и так далее был выбор футболистов это такая вещь она дискуссионная обсуждает в возрастном футболе пекали больше скажем так но исходили раньше если вы в 29 лет считались в советском союзе супер ветераном потому что ваш организм уже не мог соответствовать тем нагрузкам которые давали советские футболы советские тренеры в том числе и самые выдающиеся в том числе киевском динамо где футболисты особенно средней линии и крайние защитники менялись и их выбирали посредством исследований или как посредством медицинских исследований в институте космических исследований то есть вас туда помещали если вы соответствовали вы шли тренироваться будучи вы не соответствовали по функциональным особенностям даже лучшим игроком вы тогда шли в Днепропетровск в Шахтер в Зарю в Черноморец играли там пожалуйста но в Киевском динамо вас не брали и так далее и тому подобное разные вещи но самый лучший селекционер и среди тренеров все это признают это Константин Иванович и его помощник о нем вы наверное даже не слышали и был такой человек фамилия его Покровский дедушка ходил просто и говорил просто он к футболу не имел практически никакого отношения это самый лучший из тренеров селекционера это Константин Иванович так ему удавалось видеть футболистов и футболистов второго дивизиона через год сделать чемпионами СССР футболистов и сейчас они все ему благодарны ну вот так это да значит этот селекционер это тоже да надо увидеть футболистов как он мог увидеть футболистов там Гаврилове которого он начислил из Динамо потом призвал Спартак сделать футбол как он мог увидеть в 29-летнем Ярцеве футболиста понимаете который забирал это же надо увидеть в Шабло там Риге там этого Сорокина призвать который вообще закончил с футболом и так далее и тому подобное ну как он это увидел у меня есть же история все последнюю историю рассказываю и все идем на футбол Московская Динамо проигрывает 0-6 по-моему 0-6 на футболисты на футболисты ну какая-то матч и Валерий Герпич говорит я ушел делать нечего и бывший президент Динамо Толстых говорит я сижу чешу реку ну думаю пойду я Константин Иванович приезжает и говорит Константин Иванович есть предложение от команды от клуба от ЦС Динамо возьмете команду он говорит Николай Динамо мне родное дай неделю посмотрю на тренировки пусть тренируются посредством там Адамас Соломонщик до отца неделю смотрит на тренировки приходит и говорит Николай ну давай-ка команду я возьму но у меня есть условия их надо выполнить он говорит Константин Иванович любые ваши условия он говорит не пиши говорить что ты выполнишь эти условия он говорит ну Константин Иванович ну они нормальны что явлены какие условия если денежные не проблема там Динамо тогда он говорит тогда Николай слушает первое отчисляет тетрадцы Ковитлинцева Смертина там так далее у меня говорит волосы дыбом как почистить говорит этого надо очистить этих двух продать он говорит Александр Иванович кого берем то он говорит ну берем в Мосавто есть богомолок красные пресни говорит у меня играл Шульгин он нам годочек поможет двух этих дураков оставим под Павлово Саматова возьмем Куценко из дубля он будет играть в нападении братьев там братья защитники были не помню название этих возьмем двух братьев ну и обязательно из дубля рыжего возьмем Ашкинина он говорит а этого зачем рыжий должен быть он говорит я говорю Константин Иванович нам крышка все он говорит не спеши будем их тренировать в результате второе место в чемпионате России обладатели кубка наивысший результат московского динамо у меня голос дыбом стали когда он сказал я их отчистил представляете но самое главное когда он ушел эти игроки растворились и никто о них не помнит и не знает то есть другие тренеры не смогли с ними вообще из них что-то скрепить и с ними работать хотя там эти возрасты уже были нормальные они остались на слуху там подпал и Саматов Шульгин в том числе Хидей Тулин там заканчивал а вот эти молодежи они их никто не знают не слышал но для Константин Ивановича они завоевались еврощей канаты России и были обладатели кубка поэтому дерзайте все и субтитры и субтитры